Всех приветствую! С вами снова Яковлева Ольга и сегодня мы поговорим с вами о роторной машинке для тату и перманентного макияжа Dragon Cup Atom. Конкретно мы поговорим о наборе. Набор был заказан на популярном маркетплейсе. Стоимость его в среднем составляет 50-70 долларов. Здесь зависит от продавца, от того есть скидки или нет, от времени года, когда этот набор был приобретен. Что непосредственно у нас с вами есть в данном наборе? Конечно же это в первую очередь сам аппарат, он в такой черной коробочке, мы его отложим на десерт. Естественно это картриджи модули, в данном случае здесь их два вида. Есть magnum плоский для закраса и рельки. Но рельки здесь не единички, эти модули нам для перманентного макияжа не подойдут. Мы будем использовать с вами те, которыми я работаю давно, таквадрон, поэтому мы их убираем, они нам не пригодятся. Также здесь в наборе упаковка черных перчаток, провод сети, соответственно блок питания. Данный блок работает, который идет в наборе у нас, только с педалью. Педаль, естественно, у нас тоже прилагается. Я с педалями не работаю, мне неудобно. Ну и честно говоря, по внешнему виду блок питания мне не особо нравится, вызывает у меня он определенные сомнения, поэтому работать мы с вами будем с другим блоком. Тоже заказанным с этого же маркетплейса, Аврора. О нем я буду, о них я буду также рассказывать, но уже в последующих видео, так что не пропустите, обязательно подписывайтесь на наш канал. Что у нас еще в наборе? В наборе у нас еще латексный коврик, но он нам тоже пока не пригодится. И черный пигмент, один. Его оставим, с ним мы с вами будем тестить нашу машинку. Так, переходим теперь к самому интересному, это сам наш пен. Давайте лишнее все уберем. Перчатки, шнурок, блока, которые нам не пригодятся. Так, открываем нашу коробочку. Здесь у нас, соответственно, коробочка с самой машинкой и коробочка с клипкордом, который к этой машинке у нас, собственно говоря, идет. Так, ну начнем с клипкорда. Клипкорд у нас с разъемом DC, г-образной формы. В коробочке у нас имеется такое красное напоминание, с рабочим и максимальным вольтажом нашей машинки. Так, открываем коробочку с нашим пеном. Он у нас в таком черном чехле защитном. Есть у нас еще один чехол. Ну, собственно говоря, вот так у нас с вами выглядит наша машинка. Она черного цвета. Лишнее с вами все уберем. По заявленному весу от производителя на 135 грамм. Давайте с вами проверим на наших весах. 132 грамма получается у нас с вами. Довольно ощутимый, конечно, вес для работы в перманенте. По тактильным, правда, ощущениям держать ее довольно комфортно. Ну, довольно удобно. Есть зауженность ближе к модулям у нас, картриджам, да, чтобы машинку было удобно держать. Для женской руки это довольно важно. Так как мы все-таки работаем с лицом, да, нам должно быть удобно. В целом, визуальная машинка приятная. Ничего лишнего. Будем с вами тестить. Так, итак, подключаем нашу машинку. Работает она довольно не шумно. Вольтаж рекомендуемый производителем 6,8. Ну, работать в среднем будем на 7,8. Это что касается пудры. Если, конечно, делать волоски, то вольтаж лучше ставить максимально. Максимально рекомендует производитель девятку. Запускается, конечно, она из меньшего, с четверочки, но тянуть будет очень слабо. Так, ну, повторюсь, тестить мы будем с картриджами квадро, которыми я работаю довольно давно, которые знаю. Максимальный вылет иглы, который рекомендует производитель до 3,5 миллиметров. Регулируется он очень легко, поворотом машинки влево или вправо, поворотом корпуса. Но свыше 3 миллиметров я вылет иглы делать не рекомендую, потому что пигмент начинает поступать уже хуже. Вот где-то около 3 миллиметров, это вот самое, самое для этой машинки. Так, пигмент мы с вами будем использовать тот, который у нас был в наборе, черный. Но, конечно, в жизни, в перманенте подобный пигмент я бы использовать не стала, он все-таки ближе к тату, да, краскам. Давайте попробуем. Делаем вылет поменьше. Конечно, к весу данной машинки нужно привыкнуть, особенно если вы работаете чаще всего с машинкой до 60 грамм, потому что 135, конечно, это значительно больше. Пудровую растушевку раскидывает пиксель, пиксель в пудровой растушевке раскидывает достаточно неплохо. Но если, например, сравнивать с машинками, такими же пенами в более дорогом ценовом сегменте, то те, конечно, все-таки делают это помягче. Повторюсь еще раз к Dragon Hawk нужно привыкнуть. Повторюсь еще раз к Dragon Hawk нужно привыкнуть. В первую очередь, конечно, к его весу, к внушительному весу, выбрать свой темп работы, чтобы оставаться в коже на необходимой правильной глубине. Что касается волосков, волосковой техники, то здесь у меня впечатление даже, наверное, лучше, чем с пудрой, потому что за счет здесь как раз-таки его вес внушительный, на мой взгляд, играет в более положительную сторону, является плюсом, по крайней мере, для меня. Повторюсь, на волоски мы ставим вольстаж больше, ближе к максимальному, который заявляет производитель. На латексе, конечно, сложнее работать, чем с кожей на любой машинке. Но в целом, на мой взгляд, как только рука привыкает к весу, напряжение, конечно, больше здесь. Это однозначно. Уставать рука будет, все-таки, я думаю, побольше, чем с машинкой в 60 грамм. Но в целом, за те деньги, которые стоит данный пен, а если, кстати, его заказывать отдельно, без набора, он стоит даже еще где-то на 20 долларов дешевле. И она себя полностью окупает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы даже сказала, что в волосковой технике она мне нравится больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте подведем итог. Я в своих видеообзорах не даю рекомендации покупать какие-то машинки или не покупать. Но что я могу сказать? Данная машинка однозначно стоит своих денег, по моим впечатлениям, по тому, что я увидела. А покупать ее или нет, решать только вам. Если вы захотите приобрести данный пен, в описании к видео будут ссылки и на набор, который мы с вами разбирали, и на пен отдельно, и на блок питания, который мы использовали при тесте данной машинки. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Также вы в комментариях можете указать наименование бренда машины, которое вы бы хотели увидеть в наших последующих видеообзорах. Всем красивых работ! Обязательно подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.